Итак, замечательно, наша компания расширилась. Вы можете видеть у нас в гостях Анатолия Аркавича Писелева, отлично, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым. Мы вас поздравляем сегодня с вашим профессиональным праздником. Сегодня Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. И скажите, пожалуйста, очень часто приходится сталкиваться с рядом, наверное, необычных случаев, и ситуаций. Надеемся, что ваше утро сегодня началось спокойно и достаточно обычно. Но в какие случаи были самыми нестандартными в вашей практике? Я думаю, что в принципе все случаи клинической практики, с которыми сталкиваются мои коллеги, врачи-анестезиологи-реаниматологи, они все нестандартные, потому что не существует единой, так скажем, модели пациента. Организм каждого человека, он особенный, он имеет свои уникальные свойства, и варианты течения заболевания, они тоже очень разные. Но выделить какой-то один, выделить не могу, наверное. Наверное, все они особенные, как и мы с вами. Допустим, ведь в каждом случае всегда нужно принимать разные меры для оказания даже первой медицинской помощи, правильно? Потому что люди поступают с совершенно разными симптомами. Бывает и пищевое отравление, когда нужно срочно человека в чувство привести. И все-таки для реанимации, что нужно учитывать пациентам, которые поступают в больницу, чтобы они сами могли понимать, что им нужно просить, и как им нужно обращаться к специалистам. Ну, как правило, категория пациентов, которые попадают в наше реанимационное отделение, они зачастую попадают в бессознательном состоянии. И алгоритмы действий у специалистов нашего профиля, они, в общем-то, во всех этих случаях однозначны, и они направлены на поддержание нарушенных жизненно важных функций организма. То есть это центральная нервная система, когда человек без сознания. Это нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, нарушение со стороны дыхательной системы, а также со стороны печени, почек. И во время, собственно, и проведения реанимации интенсивной терапии проводится поддержание и временно искусственное замещение аппаратными методами вот этих временно нарушенных органов и систем. В рамках того, что вы говорите, наверное, знать анестезиологу-реаниматологу нужно больше в плане анестезиологического пособия пациенту, который идет или на плановую, или на экстренную операцию. То есть в рамках помощи в формате интенсивная терапия действия будут предприняты молниеносно. В плане экстренного оперативного вмешательства, у анестезиолога-реаниматолога есть порядка 15-20 минут для определения тактики ведения больного, выбора оптимального метода обезболивания и ведения наркоза, так скажем. Ну и мониторинг за адекватностью проведения общей анестезии, в том числе ведения этого больного в раннем послеоперационном периоде. В этом плане анестезиологу, если есть контакт с пациентом или в случае, если это плановое оперативное вмешательство, действительно достаточно точно нужно изучить анамнез больного. Надо знать, есть ли у пациента, была ли аллергия пищевая, была ли аллергия на медикаменты, какие лекарственные средства пациент принимает. Потому что иначе при анестезии можно просто спровоцировать, да, еще больше аллергии или наоборот вызвать аллергические реакции. Конечно. И не стоит забывать, что у нас очень много лекарственных средств, которые люди амбулаторно, рутинно принимают. Сами по себе бывает еще? И здесь возникает такой момент, как лекарственное взаимодействие. То есть анестезиологу-реаниматологу в плане анестезиологического пособия приходится анализировать. То есть лекарственная анамнеза человека, который к нему пришел, и тогда уже выбрать оптимальную тактику. Анатолий Аркадьевич, в принципе, сегодня можно смело сказать, что ваш праздник, и мы говорим больше о специалистах, которые оказывают эту первую помощь, могли бы рассказать про ваш отдел, может поздравить каких-то ваших коллег и сказать, вот смотрите, вы сегодня пришли, я вот смотрю на ваше лицо и понимаю, что вы сияете, вы уже полны бодрости, может даже хорошего настроения. Мне кажется, это связано даже с тем, что бывают неплановые операции и там недосып или какие-то стрессовые ситуации, вы просто к ними привыкли. И даже сегодняшняя ситуация для вас никак не стрессовая. Расскажите немножко вот о вашем рабочем графике, как вы трудитесь, с какими ситуациями сталкиваетесь. Ну, первое, что однозначно всех своих коллег хочу поздравить с этим замечательным праздником. Все-таки не стоит забывать, что в Крыму и во всей России анестезиологи и реаниматологи считаются очень дефицитными специалистами во всей медицинской сфере. То есть их в ряде лечебных учреждений Крыма не хватает. А на сколько? Бывает настолько, что приходится в некоторых учреждениях временно приостанавливать плановые оперативные вмешательства и проводить только экстренно. А как это происходит? То есть получается человек, который нуждается, ну, прям в каких-то срочных мерах? Или вы кого-то в гости приглашаете? Ну, грубо говоря, подружелю. В отделении, в котором я сейчас работаю, да, вот год назад оно было создано. В этом плане у нас кадрового голода на данный момент уже нет. То есть удалось привлечь к работе опытных, хороших специалистов. И у нас, как бы, в общем-то, работа идет в штатном режиме. Но вы делитесь специалистами, если так можно сказать, со своими соседями, или если где-то срочно одна помощь? В рамках формата оказания помощи, которым мы занимаемся, безусловно, то есть специалисты нашего отделения, они оказывают помощь всем пациентам, которые находятся в больнице Семашко. Ну, есть также ряд других анестезиологических отделений. Ну, а также помощь пациентам с других лечебных учреждений Крыма, которых санитарным транспортом, реанимобилями, санавиацией, медицинной катастрофой доставляют нам в экстренный порядок. По мерам необходимости, да? Ну, что, на ваше усмотрение, нужно сделать для того, чтобы вот таких ценных врачей было больше? Может, я не знаю, прямо, скажем, зарплату повысить, сделать, не знаю, меньше больных или что нужно? Меньше рабочих часов-то имел в виду, больных сделать. Ну, больных тоже, кстати. Дело все в том, что здесь, наверное, вопрос стоит там, может быть, не столько в оплате труда. Вообще, как бы, заговорили про анестезиологию и реанимацию. Направление медицины относительно новое. Оно зародилось фактически как анестезиологическое направление в середине 19 века. И очень бурно развивается это направление. Ну, с тех пор немало времени прошло, чтобы найти достаточное количество специалистов, мне кажется. Или дело, может, в каком-то внутреннем состоянии человека? Мне кажется, что немало это для тебя, а ведь медицина, она развивается сколько времени? Да. Есть и определенные технологические моменты, да, которые необходимы для оказания квалифицированной, специализированной помощи больному. То есть аппаратные методы поддержки организма, в частности. Вот над этим направлением я со своими коллегами активно работаю. Привлечь кадров, ну, непросто. Профессия действительно очень напряженная. Знаете, эту профессию, ее можно сравнить с профессией пилота большого авиалайнера, на борту которого находится много пассажиров. Фактически во время общей анестезии на оперативном вмешательстве врач-анестезиолог-реаниматолог является пилотом, который управляет организмом больного. То есть он управляет функцией дыхания, сречно-сосудистой системой, обезболиванием и так далее. Также во время интенсивной терапии анестезиолог, реаниматолог – это пилот, который управляет всеми больными, которые находятся в реанимационном отделении. Мне еще кажется, знаете, какое-то особенное внутреннее состояние. Нужен подход к работе. Допустим, если ты ведущий утренних праздников, тебе легко. Ты идешь на позитиве. Сегодня будет здорово. А как вот вы собираетесь? Подход к работе, наверное, должен быть аналогичен вашему, который вы только что назвали. То есть, идя утром на работу, врач-анестезиолог-реаниматолог туда направляется всего лишь с одной целью – спасти человека. Но при этом нужно быть взвешенным, уравновешенным, очень спокойным человеком, потому что в твоих руках гораздо большее, чем утренний эфир. – Ну, отчасти да. Я думаю, что большинство наших коллег в эту профессию недаром попали, и все-таки выбрать ее должен уже зрелый человек. – Анатолий Аркадьевич, мы благодарим вас за ваш труд. Нет сомнения, что мы уверены, благодаря вашим трудам спасли не одну жизнь. Ну, а мы трудимся как можем и предлагаем вас вместе сделать снимок, посвященный аналоговому телевидению. – Да, потому что у нас есть инсталляция, посвященная как раз-таки переходу на цифру, которая произошла в понедельник, и в связи с этим мы хотим вам взять и запечатлеть тот момент, что вы сегодня были в программе, в эфире программы «Утро нового дня». – Еще раз праздник о вас. Нам туда.